Приветствую вас, мои друзья и гости канала, и мы с вами находимся в субботу. Жилой комплекс Кватро строится. На всех четырех домах у нас очень много находится рабочих, соответственно. Я могу сказать еще прям коротко, жилой Кватро это у нас самый пока лучший объект по ФЗ-214 в Сочи. Аналогов ему нет, но находится, конечно, у нас в Дагомысле. Очень хорошие планировки, да, прям потрясающие планировки, вы это все видите. Огромная территория, и вот рядышком с ним у нас присутствует, как догадались, ярмарка. Сейчас мы с вами пройдемся в этой прекрасной ярмарке, посмотрим с вами цены, какие цены, откуда и так далее. Ну и, в общем, посмотрим с вами. Уже вижу народ, уже вижу, что люди покупают. И давайте посмотрим. Да, здравствуйте. Здесь у нас такая рыбка, вот такой вот сом. И смотрите, рыба еще даже живая, да, вот карп. Сом стоит 250 рублей, щука 70, 170, извиняюсь, сазан 200, судак почему-то самый дорогой. Наверное, буквально те люди, которые ни разу в жизни не чистили. Их, конечно, чищенный был бы дешевле. То есть, еще дороже. Судак есть, поменьше, 250, и вот здесь такая рыбка. А, тоже судак. Только не пойму, где у нас здесь судака ловят, но ничего страшного нет. Кстати, откуда рыбка? Из земли, что мы видим. Из озера. Пилингаз. Все, отлично, все, спасибо. И толстолобик у нас самый дорогой, 100 рублей за килограмм. Сразу говорю, мне толстолобик, конечно, не особо нравится, но есть. Давайте посмотрим, какие у нас апельсины. Здравствуйте. Можешь, да, снимать? Да, как я. Апельсины у нас 70 рублей. Даже есть возможность кому-то попробовать, если кто-то не доверяет. Есть у нас лимоны 120. И, наконец-то, красивые помидоры. Сделайте килограмм самых красивых помидоров, мне, я куплю. И огурцы самые красивые. Красные помидоры? Да, наверное, красные. И зеленый лук тоже. И пару баклажанов. Сейчас я вернусь на обратную путь и заберу у вас. Хорошо. Помидоры килограмм, огурцы килограмм. Баклажан это два штуки. И перец полкило. Красный. Лук одно, ну, как бы, не, поменьше чуть-чуть. Поменьше, вот, все, спасибо. В общем, цены такие, я считаю, что доступные. Здесь мы можем взять и, если у кого-то есть свой сад-огород, вы можете взять и навести порядок. Навести порядочек. Здесь есть у нас, как классические, да, у нас те, которые у нас вырастают на всех регионах России. Ну, и вот здесь тоже есть у нас и алуча, и слива. Все это у нас продается. Все вы можете взять и свою небольшую придомовую территорию украсить. На самом деле, я думаю, не знаю, если бы у меня был, наверное, свой сад-огород. Я бы тоже обязательно у нас и персики посадил бы, и все остальное. Ну, и, конечно, есть у нас здесь и экзотика. Экзотика есть у нас вроде голубики, есть у нас унаби, лимон можно, кизил. В общем, все, что угодно можно здесь у нас взять и посадить, рассадить и так далее. Что касается у нас прочего, да, здесь также можете взять, приобрести у нас и сыр, в том числе, и мясо. Да, здравствуйте. Вот у нас мясо, меня уже знают, я уже три раза сюда приезжал. И опять мы сейчас заберем самый хороший кусок мяса. Свинина, мякоть, еще что-то, наверное, карбонат свиной. Филе есть куриное. В общем, цены не такие высокие. Я считаю, что нормальный обычный цены. Шеи свинины без кости. Только я не вижу свою вырезку, которую я обычно... А вот она вырезка. Вырезка стоит 320 рублей. А вот карбонат стоит у нас 300 рублей. Пожалуйста. А чем отличается карбонат от вырезки свиной? Карбонат это корейка без кости. А вырезка это вырезка. Это часть... А что лучше, что мягче? А вырезка. Дайте там вырезку мне, как всегда. Ну, парочку, парочку, да. Соответственно, можно у нас здесь приобрести и фарш цветной, фарш говяжий. Можно у нас говядину приобрести мякоть 395 рублей стоит. Ну и вот оно. Ну, мясо похоже на мясо. 304 рубля. Да, 304 рубля. Сейчас, секундочку. Да, я думаю, нет, наверное, все. Все, да? Сейчас, секундочку. Рассчитаемся. Все. Все, немножко. Сейчас мы пока посмотрим. Здесь вы можете приобрести свежий сыр. И даже творог есть. А творог вкусный? Тамашний хороший. Ну, дайте самый вкусный, пожалуйста. Полкило. Я не себе, я не ем. У меня подруга ест. Есть 9% на 17%. Ну, самый вкусный дайте для подруги. Самый вкусный. Также можно здесь приобрести у нас селедку. 2700. Ну, все, спасибо большое. Здесь же у нас можно посмотреть и уточки домашние, и цыплятки. Да, у нас сколько там стоит? Потроха стоит 60 рублей. Цыплятка домашние 190. Курочки домашние бульонные 280 рублей. Уточки домашние 300 рублей. Кургуси 320. В общем, все есть. И, наверное, тоже, смотрите, много, я многие названия даже не знаю, честно, снова говорю. Поэтому не могу вам сориентировать. Соль есть. Да, хватит, конечно, хватит. И сметана есть домашняя? Да, и сметана домашняя еще дайте, пожалуйста. Сколько маленьких? Ну, 0,3-0,5. 0,3-0,5 что-то такое. 0,5. Да, мне без рождения. 0,5 давайте, 0,5. Здесь у нас яйца 90 рублей, но они какие-то маленькие у вас. А? Яйца какие-то маленькие. Да, ну, там взять яйца, если не будет. Есть, смотрите, можно взять филе щуки, фарш щуки. Прям щука у нас здесь пользуется спросом. В общем, вот такие цены, ребят, смотрите. И потом не говорите, что в Сочи все безумно дорого. Обычные цены, я не знаю, там, что-то дороже, что-то дешевле. В общем, возьмем. И, так, буженина еще парная. Тоже кусочек, дайте, пожалуйста. Ну, мне так чуть-чуть осталось, нормально. Нет, вот эта штучка, я не знаю, как это называется. Нет, да не оно. Вот она. А это что такое? Это карбонат. Давайте карбонат-то. Вот этот кусок. Нет, я вам не советую. Нет, хорошо, тогда давайте все, что советуете, это даю. Давайте такой рулетик, там, хороший. Давайте рулет, давайте. Вот видите, у нас даже дают хорошие советы, потому что видят, что я человек хороший, и поэтому, как бы, так же, как и мы по недвижимости. Хотите взять любой объект, есть, соответственно, совет риэлтору. А сколько отделать? Да, сколько не жалко. Ну, немного, я там, у нас два человека семья. Поэтому, да, мы посмотрим сейчас, возьмем. Ну, ребят, поэтому, имейте в виду, что можно здесь много чего интересного на ярмарке приобрести. Ну, вот такой сыр. Ну, что-то сыр я в прошлый раз еще не съел, поэтому сыр пока брать не буду, но, особенно, вот у нас косичка есть, есть такой классический сыр, масло тоже есть домашнее. Ну, ребят, на любой цвет и вкус можете все, что угодно себе подобрать. Сейчас мы быстренько возьмем и пойдем с вами сальтисон. Сколько с мне? 590. 590. Держите. Раз и два. Все, спасибо большое. Все, мы с вами дальше. Не, спасибо. Здесь у нас тоже много чего интересного можно приобрести. Да, здравствуйте. Много чего. И фарш есть у нас, и индейка, грудка. В общем, все у нас здесь имеется. Давайте пройдемся еще посмотрим. Ну, и, конечно же, тоже можно взять соленности. Для тех, кого нету погреба. Да, здравствуйте. Можно взять и что-то такое-то. Очень много всего вкусненького. Ну, что, идем с вами дальше. Дальше посмотрим, проанализируем цены. У нас не действует олимпийский отлов собак. У нас все собаки живы-здоровы. За это огромное спасибо, наверное, нашей администрации. Здесь мы с вами посмотрим. Какие цветочки, которые... Здравствуйте. Какие красивые цветы у вас. Да. Натуральные. Я так понимаю, их можно на балконе, а можно так. Ну, не в доме, потому что им жарко. Не жарко, да? На улице надо. Да, это все на улице. Только и герани, может, на дома вот они стоят. Угу, угу. Ну, у нас балкон нет, плюс менять квартиру, чтобы была такая красота. Да, чтобы была красота. Здесь можно у нас приобрести и гранаты, и перец, и все, что душе угодно. И укроп. В общем, ребят, все есть. Все, что угодно можете приобрести. Все довольно-таки цилизованно. Сами видите, что нам в том числе и дают совет. Так, вот, взять грибочки, кто любит, обожает. Да, здесь же у нас есть яблоки по 70 рублей, яблоки по 180, и картофель есть. Вот, только вот я не могу найти у нас свежий картофель, который в прошлый раз я покупал. Мне он понравился. Поэтому сейчас мы найдем, ребят, свежий картофель. И его тоже, конечно же, возьмем для разнообразия. Именно свежачок. Я не знаю, где они выращивают у нас такой свежачок молодняк. Но мы сейчас с вами обязательно найдем. Здесь, в принципе, есть безопасные пешеходные переходы. Нормально можно все посмотреть. Все может пройти. Ну и, опять же, если мы с вами берем, как бы, затовариваемся на неделю вперед, то я считаю, что здесь довольно-таки неплохо. Ну и здесь, я не знаю, солености тяжело брать, потому что недавно мы прям взяли и немножко с Надей отравились, точнее, Надя отравилась. Поэтому, ну, картофель стоит 35 рублей, который такой, который похож на картофель, на красивый картофель. В общем, идем. Где-то я брал молодой картофель в прошлый раз. У кого он был? Молодой. Не у вас? Вот она оттуда пятый стоит. Пятый, да? Паркар здесь. Спасибо, спасибо. Пойдем, мы все-таки найдем молодой картофель для нас. Потому что все-таки не он больше по душе. Поэтому, так сказать, сразу скажу, сегодня погода у нас не самая комфортная. Здесь сегодня у нас температура буквально, сейчас скажу сколько, температура 10 градусов. Но при этом все равно не мешает нам взять и прогуляться, и получить ход жизни и удовольствие. Сейчас все-таки мы найдем молодой картофель. Не знаю, где он у нас находится, с кем находится. Все-таки найдем. Все, нашли. Вот, я его нашел. В прошлый раз брал, и сейчас тоже возьму. Да, здравствуйте, мне 2 килограмма вот этого свежего картофеля. А скажите, пожалуйста, а где его выращивают, раз еще у всех старый, а у вас молодой? Где? В теплице. В теплице, да? Вот, да, мне вот такое. Ну, смотрите, цены более чем гуманные. Есть яблоки по 65 килограмм. В общем, все есть. И картофель можно купить по 33 рубля. В общем, все здесь имеется. Поэтому, добро пожаловать на ярмарку в Дагомыс. Сейчас, если вдруг хотите сэкономить свой бюджет, если просто хотите взять хорошие продукты, да, свежие продукты, то я, конечно же, вам рекомендую. Здесь же можно приобрести и мед. В общем, все можно приобрести, чего я вам и желаю. Ну, а теперь, ребят, всем вам хорошим настроением. Всем отличных выходных. Ну, и, конечно же, не знаю, хороших, качественных продуктов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok